Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию и смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Заглянем в Писание, именно в Новый Завет. Я хочу показать, кем разные люди видели Иисуса и как они по-разному реагировали на Его чудеса. Иоанна 9 глава. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него, «Рави, кто согрешил, он или родители Его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни Он, ни родители Его, но это для того, чтобы на Нем явились дела Божии». «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе Я в мире, Я свет миру». Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение с плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, «Пойди умойся в купальный силуам, что значит посланный». Он пошел и умылся и пришел зрячим. Тогда спрашивали у Него, «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус». То есть он даже не знал, кто такой Иисус. Люди, у которых не работает или плохо работает одно из пяти органов чувств, имеют особенность, их работающие органы чувств более чувствительны, что компенсирует недостающий орган. Если вы утратили обоняние, ваше осязание усилится, если человек теряет зрение, то в качестве защиты в теле человека усиливаются функции органов слуха. Потрясающе! А теперь давайте представим себе эту историю. Перед нами слепой человек, у которого зато весьма обостренный слух. Он слышит людей, говорящих с Иисусом о нем. И вдруг он слышит звук плевка. Он думает, что бы это было такое? Это было то, что я подумал? А вдруг Иисус сплюнул и слепил с помощью слюны комок грязи. Представьте реакцию толпы. Иисус, это отвратительно. Где твой этикет? Иисус делает невообразимое. Он лепит с помощью слюны. Комок из грязи. Так называемое брение. Иисус, что ты творишь? Это ужасно. А теперь вспомните, он слеп. Остальные его чувства обострены. Что происходит? Вдруг Иисус поднимает брение из земли и ошарашивает их. Он мажет брением глаза человека. Слепой ощущает прикосновение. Он смазал мне глаза тем, о чем я подумал. Толпа в ответ. Лучше тебе не знать. Потом Иисус говорит, омой глаза твои в купальне, на другой стороне города. Он идет через весь город, по щеке растекается слюна. В его глазах грязь. Но Иисус сказал, иди, иди. Я не знаю, как вы. Но если бы я был слепым, мне было бы наплевать, как это выглядит. Если Иисус велел мне идти туда, я пойду. Я сделаю это во имя Иисуса. Аминь. Давайте обсудим эту удивительную историю, которой Иисус исцеляет слепого, плюнув на землю и слепив брение. Он помазал брением его глаза и велел омыть глаза в купальне селам, что означает «посланный». Человек возвращается домой полностью зрячим, несмотря на то, что рожден он слепым. Аминь. Как на то, что сделало Иисус, отреагировали разные люди. Кто же этот человек? Сначала рассмотрим реакцию учеников. Во-первых, ученики задали Иисусу вопрос. Рави, а кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? В глазах учеников этот вопрос звучал таким богословским. Они хотели прозвучать красноречиво. Они простые рыбаки, но со стороны они хотели казаться докторами наук, бакалаврами, людьми высокого полета. Они обучаются в приличной школе. Их учитель — сам Иисус. Они могут говорить об интеллектуальных и богословских вещах на одном уровне с Господом. Господь, чей это был грех? Он родился слепым. Он же не мог согрешить еще до своего рождения. Мы не представляем, как такое может быть. Однако Библия говорит, что мы рождены в грехе и в беззаконии зачаты. «Так чей это грех? Его собственный? Или передался ему от отца по наследству? Чей это был грех?» То, что причина в грехе, не поддавалось сомнению. Вопрос лишь в том, чей это был грех. То есть ученики принялись судить. Но мне нравятся ответы Иисуса. Не согрешил ни он, ни родители его. И не эта причина слепоты этого человека. Ваше осуждение, ваш анализ и ваша критика данной ситуации неверна. То есть ученики, которые, казалось бы, должны были знать больше остальных, неверно определили, кто стоит перед ними. А теперь взглянем на другую группу людей. В восьмом стихе сказано, «Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили, это он. Итак, соседи. Мы говорили о реакции учеников. Они пытались понять, кто этот человек, Иисус. И теперь смотрим на реакцию соседей. Перед их глазами произошло настоящее чудо. Они понимают, что видят слепого попрошайку. У него в глазах грязь. Представьте, что бы они написали в Твиттере. Они в недоумении. Их реакция была такой же, как если бы это случилось сейчас, в 21 веке. Они смотрят на того, кто был слепым. Они его узнали? Хотя он уже немного изменился. Его глаза видят. Но мы точно знаем, что это он. Он вечно просил милостыню на улице. Мы его знаем. Он видит. И это чудо. Но Библия говорит, что некоторые подумали, что он просто похож на него. Как похоже на наше время. Люди были склонны к осуждению. Люди разделились во мнениях. Это подобно, как на телеканалах нас пытались убедить в том, что в одной из поездок жены Дональда Трампа, Мелании, это на самом деле была не она, а ее двойник. Так чем же наше время отличается от того времени? Ничем. Этот человек никакой не двойник. Это настоящий Иисус и его ученики. Иисус совершил чудо. Но они склонны верить, что все это было подстроено. Прошло две тысячи лет, ничего не изменилось. Библия говорит, что они разделились во мнениях. Это были соседи. Давайте взглянем на самого человека, принявшего чудо. Он сам говорил, да, это я. Они спрашивали его, а как у тебя глаза открылись? Он ответил, человек по имени Иисус сделал брение, помазал им мои глаза. Он велел мне омыть глаза в купальне Силам. Так я и сделал, и после этого я прозрел. Представьте, он пытается всех убедить. Это я. Я тот самый, кто просил милостыни. Я был слеп, и теперь я вижу. Но толпа спросила его, как так, что твои глаза теперь видят? Они спрашивали, а где тот слепой? Он убеждал их, да это я и есть. Он пережил на себе чудо. И люди, спорящие вокруг, его мало интересуют. Он пережил встречу с Иисусом. Верят в это люди вокруг или нет? Ничто не изменит тот факт, что его жизнь теперь изменилась. Ведь он пережил встречу с Иисусом Христом. Итак, мы увидели, что ученики начали выяснять, чья это была вина. Мы увидели соседей. Они рассуждали. Тот ли это нищий слепой или все-таки нет? Мы увидели бывшего слепого, пытающегося убедить всех, что это он и есть. А теперь взглянем на фарисеев. Это 13 стих. Повелись его бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение положил он на мои глаза. Он повторяет это уже в третий раз. И я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботу». Удивительно, как все-таки религия ослепляет. Они не увидели самой сути происшедшего и нашли к чему придраться. Казалось бы, человек рожден слепым, и сейчас он видит. Разве это не причина порадоваться за него? Но нет, они прицепились к тому, что это произошло в субботу. Они больше заинтересованы в человеческих традициях, в соблюдении религиозных правил, чем в самом человеке, в его исцелении, в его благополучии и путевке в полноценную жизнь. «Это не мог быть Бог. Чудо сделано не в тот день». Да уж. Итак, что же происходит? Некоторые из фарисеев говорили, «Не от Бога». «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботу». Другие говорили, «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними расприя. Итак, ученики дружно решили, что виной всему грех этого человека. Соседи колебались в том, что действительно произошло чудо. Возможно, зрячий — это не тот слепой. Они не уверены. Сам этот человек кричит, «Да это я!» Фарисеи пожимают плечами. «Не знаем, Бог это или нет, не знаем, что и думать». «Как ты приобрел зрение?» «Брение положил он на мои глаза, и я вижу». «А ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Оригинальный вопрос. Они начали спорить, что он не мог быть от Бога. Произошла расприя, и они обратились к слепому. «Ты что скажешь о нем, потому что он тебе ведь открыл глаза?» Они все еще не могли прийти к выводу. Кто этот человек? Иисус и сегодня вызывает множество противоречий. Мнения разнятся в медиа, ресурсах, в мире в целом. Многие люди, получив «Оскара» или «Грэмми», благодарят за это Бога, но при этом их стиль жизни полностью противоположен тому, чему учат Слово Божие. Они воздают хвалу Богу из первой главы бытия, Богу-Творцу. Но их жизнь не под господством Яхве-Бога, имеющего близкие отношения со своим народом. Они решили привлечь к спору родителей этого слепого. 18 стих. Мы видим реакцию учеников к соседей самого слепого. Потом реакцию фарисеев. Теперь они привлекли родителей. Кто этот человек? Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего. Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Обратите внимание, что ответили родители. Представьте, что ваш сын родился слепым. И теперь, когда он уже взрослый, ваш сын, рожденный слепым, чудом может видеть. Разве не стали бы его восклицать? Да, это наш сын. Разве не стали бы? Я бы кричал. Спасибо, Иисус. Кто бы ты ни был. Они не знают, кто этот человек, сотворивший чудо. Но смотрите на реакцию этих людей. Очень любопытно. Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что он родился слепым? Как же он теперь видит? Они ответили как-то холодно и отрешенно. Мы знаем, что это наш сын, и что он родился слепым. А как теперь видят, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите. Ничего себе отрешенность. Словно это и не их сын вовсе. Словно они не рады за него. Никаких эмоций. Они словно открестились от собственного сына. Ну да, он вроде как наш сын. Ну да, он родился слепым. Но мы не знаем, как именно он прозрел. Спросите его самого. Он совершеннолетний. По какой причине они так ответили? Давайте посмотрим, что говорит об этом Библия. Тут сказано. Так отвечали. «Родители его, потому что боялись иудеев». «Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа». Посмотрите. «Того отлучать от синагоги». Посему-то родители его и сказали. «Он в совершенных летах. Самого спросите». Их больше интересовала мертвая религия фарисеев, чем исцеление сына. Наверное, нет ничего грустнее, чем видеть, как люди делают выбор в эту сторону и сегодня. Они предпочитают просто следовать своду мертвых религиозных правил и постановлений ради собственных регалий и престижа. Но во всем этом нет жизни. И когда их собственный ребенок обретает жизнь, они все равно выбирают то, что мертвы, вместо того, чтобы принять жизнь Божию. Именно поэтому Давид сказал, «Желаю лучше быть у порога Дома Божьего, нежели жить в шатрах нечестия». Кто из вас благодарен Богу за церковь, в которой течет жизнь? Кто захочет ассоциировать себя с мертвой религией? Мы знаем, что это наш сын, и что он родился слепым. Спросите, пожалуйста, его самого. Это самый грустный стих во всей Библии. Родители обвенчались с мертвым религиозным церковным мышлением. Они предпочли бы, чтобы их сын оставался слепым, лишь бы только их не исключили из синагоги. Давайте еще раз посмотрим на того, кто это все совершил. У людей на него была самая разная реакция. Но нам важно увидеть в этой истории, как он себя проявил. И таких историй огромное множество. Но я остановился на одной, чтобы показать вам, какой Иисус. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, «Воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ, «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его, «Что сделал он с тобою? Как отверст твои очи». «Я уже сказал вам, и вы не слушали? Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Он пытался обратить фарисеев в веру. Они же укорили его и сказали, «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики». «Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог». «Сего же не знаем, откуда он». Он ответил, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверст мне очи». Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверст очи слепорожденным. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Религия и фарисеи всегда выбрасывают то, чего не могут понять. Всегда. Мы этого не понимаем, значит, отвергаем это. Они давили на этого человека, чтобы он назвал Иисуса грешником. Но он ответил, «Я не знаю, грешен он или нет, но он меня исцелил». В заключение своей проповеди я хочу поставить самого Иисуса в центр нашей сегодняшней беседы. Пожалуй, лучшего ответа на вопрос, кто этот человек, нам не даст никто, кроме того, кто и вызывает столько противоречий. Кем показал себя Иисус в этой конкретной истории? Что Иисус сказал тому слепому человеку о том, кто он в его жизни? Посмотрим 35 стих. «Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его...» Послушайте, Иисус не оставляет. Он находит всех людей, которых религия выбросила на обочину. «Услышав, что выгнали его вон...» Иисус нашел его. Я хочу сказать вам, что Бог сегодня ищет вас. Возможно, вы тоже ощущаете, что вас выбросили на обочину, что религиозные люди вас осудили и отвергли. Я хочу вас уверить, что Иисус ищет сердца тех, кого отвергли, кто был слеп. Он ищет сломленные сердца тех, от кого отвернулись люди, кто стал изгоем. Он будет искать вас, и он вас найдет. Смотрите, что сказал ему Иисус. Он нашел его и сказал, «Ты веруешь ли в Сына Божьего?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне вероваться в Него?» А вот теперь, внимание, Иисус сказал ему, «И видел ты Его, и Он говорит с тобой». Представьте себе реакцию этого человека. Он отроду ничего не видел. Теперь Он может видеть практически весь мир. Все перед Его глазами. Иисус спрашивает, «Веруешь ли ты в Сына Божьего?» Он спросил, «А кто он?» Он прямо перед тобой. Я даровал тебе зрение. И когда ты смотришь на Меня, ты смотришь на Яхве. Бог не просто Творец. Он желает быть в близких отношениях со Своим Творением. Да, Я открываюсь тебе, когда ты смотришь на Творение. Но Я здесь, рядом, и Я говорю с тобою. Это Он говорит с тобою. Он же сказал «Верую, Господи!» И поклонился Ему. «На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему, «Неужели и мы слепы?» «Ох уж эти фарисеи!» Они сами напросились, задав такой вопрос. Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но, как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Иисус всегда найдет людей, отвергнутых религией и выброшенных на обочину. Иисус вас обязательно найдет. И когда найдет, Библия говорит, что тот человек поклонился Ему. Люди, которых нашел Иисус, в итоге всегда склоняются перед Ним. Ведь самое главное — иметь близкие отношения с Иисусом, а не просто придерживаться религии и системы убеждений. Самое главное — верить не просто в Бога, Творца Неба и Земли, в Бога, Который держится на расстоянии от людей. Но нужно верить в Господа Бога, Его имя Яхве. Он хочет иметь с вами близкие отношения и открывать вам себя. И я уверяю вас, недостаточно просто верить в Создателя Неба и Земли. Он желает иметь с вами близкие отношения, пережив встречу с Иисусом. Вы обязательно поклонитесь Ему. Вы преклонитесь перед Ним. Вне всяких сомнений вы признаете Его Творцом Неба и Земли. Надеюсь, это слово было актуальным для вас. Я хочу поговорить с вами. Забудьте о других. Настало время поговорить с глазу на глаз. Знаете ли вы Иисусом? Являетесь ли вы христианином? Я молюсь о том, чтобы каждый, кто не знает Бога, познал Его. Я проповедую более 35 лет, но так и не смог, как следует описать, то, насколько прекрасен Иисус, как сильно Он любит нас. У Него есть план и цель для нашей жизни. Нам нужно лишь открыть Ему свое сердце. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не выбьет дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его. Почему бы вам не сделать этого сейчас? Возможно, вы когда-то ходили с Богом. В молодости бывает всякое. Жизнь — это не просто работа, счета. Поймите, что Бог дал вам цель и судьбу. Вы не призваны просто существовать. Поэтому помолитесь со Мною, от всего сердца. Скажите эти простые слова. Господь Иисус, я прошу Тебя прийти в мою жизнь, простить мои грехи. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя и молюсь Тебе. Аминь и аминь. Если вы повторили эту молитву, то зайдите, пожалуйста, на наш сайт stevekelly.tv «Касая Гифт». Расскажите нам о том, что вы приняли это решение. Я написал книгу, которая расскажет вам о том, как обрести взаимоотношения с Иисусом. Просто расскажите нам о своем решении, и мы вышлем вам этот замечательный подарок. Мы хотим пригласить вас на следующей неделе снова. Кроме того, вы можете посетить любой из наших кампусов. Пусть Бог обильно благословит вас.